И я нахожусь между двух Татьян. Татьяна Борисоглебская, моей своей ведущей, и Татьяна Фельбер. В прошлом журналист, а ныне, как правильно назвать вас, волонтер? Студент. Студент, да. То есть занимается Татьяна очень интересна на самом деле, делом. Я, когда узнала, что вы решили поменять свою специальность журналиста на студента медакадемии, медуниверситета, медучилища, я очень удивилась, честно говоря. А что вас на это сподвигло? Я сама удивилась, на самом деле. Как-то взяла, так пришла, дала документы. Но, как говорится, в кризис можно быть поближе к бесплатной медицинской помощи, бесплатным лекарствам. Это шутка, конечно. Ну, на самом деле, началом всего стал какой-то интересный большой проект, о котором вы иногда пишете в Фейсбуке. Я наблюдаю за вашими публикациями, и вы называете это «Богаделинка». На самом деле, это не «Богаделинка», это обычная консенсация для престарелых, для тех, кому нужна помощь. И он, кстати, не мой. Я присоединилась к нему вначале как волонтер. Мой личный интерес, работать с такими людьми, ну, формируется он очень долго. К третьему курсу обычно как бы медучилище, и что ты уже хочешь делать сам, своими руками, и работать именно с какой-то группой. Кто-то с детьми хочет работать, кто-то хочет работать со взрослыми. В данном случае я хотела со взрослыми. Тяна, мне интересно, с какой группой идти, просто немножко на курсе? Я слышала про медицину, тоже очень удивительно. Нет, с взрослыми. Я бы не стала связывать именно операцию, что это медицина. Это взрослые люди, которым требуется, ну, в силу своих уже особенностей, требуется помощь, поддержка отслужающих. Да, как мы изначально вот обговаривали, когда еще только-только списывались, что, скажем так, это люди уже старенькие, у них удовлетворение физических потребностей, это становится рутиной. И вы, в принципе, этим всем занимаетесь, с волонтерами, с прочим всем. Ну нет, персонал занимается. Персонал, да. На самом деле, ну, что мы хотим сами на самом деле, да? Мы хотим изначально удовлетворить свои самые стандартные, самые нормальные потребности, быть в чистоте, в сыслях, в безопасности, чтобы о нас заботились. Потом, когда мы это все получаем, да, мы уже хотим каких-то более самореализации. И когда говорят, что взрослые, уже пожилые люди, ну, мы же пожили, мы же ничего не надо на самом деле. И общение, и вот повышение как бы такой самооценки, да, поддержка себя в каком-то тонусе, даже просто эмоциональное общение, общение с близкими людьми. Не всегда с родственниками, просто, ну, на дружеской, да, в волне, чтобы с кем-то. Это главная потребность. Она даже превалирует, чем вот потребность, ну, быть в чистоте, в сыплении. Так как человек все-таки существо социальное. Да, но понимаете, что есть ведь еще и проблемы, и иногда родственники стоят перед фактом, что надо эту проблему решать, ищут тех, кто может. Так, на самом деле, мой личный интерес и интерес этих групп, он как бы сократил. Я не скажу, что я после медучилища буду этим заниматься, но... По крайней мере, такой опыт есть сейчас, да? Опыт такой есть, он разный, и он должен быть. Мне интересно, как психолог, да, и с точки зрения медицины, люди встретились с болезнью, да, с такой тяжелой ситуацией в своей жизни. И есть такая теория, что болезнь дается не просто так, да? И как-то вот именно ваша помощь, которую вы оказываете, душевная, там и помощь вообще не во всем, но и какая-то поддерживающая, да, вы, наверное, оказываете? Ну, на самом деле, это же все комплексно, и поддержка, и эмоциональная поддержка, и та же самая рутина, помыть, прибирать, накормить, успокоить, утешить, это все, это все каждый день. Ну, а что касается болезни, которые как наказание, я не верю в это дело. Ну, не имею никакого наказания, а именно осмысление, осознание чего-то. Просто есть много сейчас, кроме традиционной медицины, есть много психологических подходов, которые помогают облегчать человеку это состояние, и даже снимать, потому что и улучшение вызывает. Слышали вы? Ну, естественно, только я вот верю в доказательную медицину. Я верю в доказательную, в альтернативу я не особо верю. Что касается человека и болезни, болезнь – это повод задуматься. Да, конечно, любое состояние и любое изменение в жизни – это повод задуматься. Вопрос того, давайте честно, во сколько мы начинаем об этом думать? Либо в 40, либо в 20, либо в 70. Я вот помню один момент, когда вот где-то ночью слышала разговор за дверью, два человека, где-то так, ближе к 80 разговаривали, и говорит, прожил жизнь, вроде как бы для себя-то и не жив. И вот конец, а что, собственно говоря, в любом возрасте нужно думать, что будет дальше. Если кто-то задумается в 20, ну, наверное, это очень такие набожные, религиозные люди. А в 40-то как раз уже можно спокойно думать, что тебя ждет старость. И как-то готовится. Да, и как раз вот в тот момент я как раз вот тоже решила подумать, что будет дальше. Как живут те люди, которые старше? Чем они занимаются? Да, и дети выросли, и внуки выросли. Вроде ты еще живой, но при этом… Вот интересно, чтобы у человека была цель, да, все равно какая-то, чтобы… Я тоже не видела такую картину, у меня вот это вот… Тоже начинаешь задумываться, что выходит человек на пенсии, вот такие уже пожилые, которые выходят на улицу, и он просто сидит и знает, куда идти. Тебя эта картинка как-то задевает, ты думаешь. Надо все время думать, надо двигаться, надо знать, куда что делать. Ну, может, это проявление деменции, как раз такого состояния, когда ты… Да, опасное, между прочим, состояние. Да, когда ты вышла… Вот, кстати, заметили, я вот когда подошла в пятерочку и вот увидела эти стенды, да, если ты потерялся… Потерялся, да. Вообще вот это классно. Когда общество начинает понимать, что ты завтра будешь старенький, беспомощный, и, ну, может быть, без памяти, да, и ты можешь потеряться, но начинают на себя переносить, это классно, потому что, ну, не все мы будем молодые. Ну, все равно не все могут это, скажем так, у своих старых родственников наблюдать. У нас такая ситуация, прошу прощения, у нашей бабушки была, она теряла память, у нее была деменция, она вот реально ходила, могла там в суп чай насыпать, еще что-то. И мы с этим всем жили. Это очень сложно, на самом деле, очень страшно просто, не зная, что человек в этот момент вытворит, и причем это твой близкий человек, прям просто не зная, знаешь, куда, как от этого, как ему помочь, как его вернуть в нормальное состояние. Знаете, никак. Никак. Но единственное, что ваша поддержка, это то как раз вот чувство доброты, оно как раз вот, ну, как исцеляющее получается. Вот по поводу, мы же все как бы сейчас в России только сейчас об этом стали думать. До этого нам не хватало времени, деньги все зарабатывали, там, кризисами справлялись. А вот посмотрите, появились какие-то новые проекты, то есть про Альцгеймер КП, да, я хотела сказать. Вот смотрите, в Москве и еще в парочке городов крупных это только появилось, когда люди, родственники с болезнью Альцгеймера, да, приходят в такие же места, как и здесь. И, ну, проводят досуг. Это очень, с одной стороны, поддерживает стариков, потому что, ну, четыре стены, это... Это очень тяжело. С другой стороны, это дает передышку самим родственникам. Они понимают, что они не один на один с этой проблемой. И почему бы не решать эту проблему здесь? В городе Березняки можно сделать то же самое. У нас полно библиотек, общественных пространств, каких-то, ну, таких неформальных мест, где можно... Если будет желание, если будет настойчивая, как бы, потребность, то это можно... Мы маленький город, у нас все, даже на четыре руки пожать, у нас на расстоянии вытянуты руки. Если хочешь, помочь нам, это здорово. Я все перевожу. Как мы можем сами себе помочь, чтобы не доходить до такого состояния? Все равно же, вот, деменция, так страшно звучит, но я все со своего, да? Есть какие-то способы, есть пути, направления, чтобы ты сам максимально с собой работал, и чтобы не был в таком состоянии, и вот... Я знаю, изучать иностранные языки, науке доказано, что на пять лет люди позже теряют память, если языки изучают в возрасте 80 лет. Активность, это же ваше личное дело. Зачем же изучать языки, если у вас там душа лежит к вязанию и там к цветоводству, да? В любом случае, поддерживать активность. Главное хоть что-то делать, да? Чтобы двигаться вперед. Я за, кстати, за инклюзивные мастерские для стариков. Мы все таки говорим, что инклюзия, там, вот это все как бы для детей, да? Творческие мастер-классы, это тоже для таких активных взрослых. Почему бы не придумать инклюзивные мастерские для тех, кому за, у которых, может быть, снижены какие-то там когнитивные функции, может быть, зрение плохое, но делать какие-то элементарные вещи руками. В Перми, в кардиологическом центре, который вот в 4-й кровевой больнице находится, вы, наверное, ездили, может быть, на экскурсию туда, я у них видела вот такие инклюзивные мастерские для именно тех, кто уже перенес инсульт, кто уже вот такие вот, там разного возраста есть люди. Есть те, кто память вообще полностью после этого потерял, есть те, кто с Альцгеймером просто у них очутился замечательно. Вот, и вот они сидят с ними, прям игрушечки составляют, что-то еще такое делают. Играют, рисуют, и на тренажерах занимаются. И посмотришь, прямо удивляешься, как это привнести вот в наш город, допустим. Для ничего особо не надо. Желание и несколько, два-три единомышленников, может быть, поддержка минимальная со стороны окружения. Люба, я пообщался с Татьяной, нашей гостью, сегодняшней до эфира, и узнал с удивлением, что она бывший редактор общественно-политического СМИ, и, впрочем. Ну, и бывший журналист, член Союза живет. Да, значит, и я о чем говорю, что нынче журналистике нет, осталась пропаганда, ну, что с этим спорить. Но зато благодаря этому были новые жанры, например, портал «Такие дела», где собрались все люди, волонтеры социальные, значит, а к ним присоединилась команда журналистов, профессиональных бывших. Они создали потрясающий портал, где о социальных проблемах России лучше всего и душевнее всего, а главное, они еще собирают деньги, можно рассказывать. То есть в будущем журналистике, когда журналисты приходят, местное сообщество и свои навыки дарят, объединяют с теми людьми, которые хотят преобразить местное сообщество, хотя бы одну из его граней. Какие-то тематические, да. Вот мне кажется, Татьяна, вы могли бы создать свой проект, в том числе, может быть, интернетовый, в котором вот эти важные проблемы для всех нас, у всех из родителей, бабушки, дедушки, да. Для этого сделать проект, в котором люди выступают в открытую, рассказывают о том, как, зачем, почему. Говорить об этом надо, да. Кстати, такие дела, да, хорошие. Их иногда они уносят в другие степи, они там начинают обсуждать абьюз. Критиковать легко, а создать свои трудные. Но это ребята же из «Русского репортера», насколько я помню, они вышли. Ну там большая команда. Классный проект был «Русский репортер». Такие дела тоже периодически читаю, что-то даже перепущу, но у себя на Фейсбуке. Давайте начнем с маленького. Надо не уходить из журналистики вам, Татьяна. Надо выйти на новый круг и создать новое свое СМИ социальное. Давайте поможем. Может быть, срастить вот это вот, то, что у вас какой-то накопленный опыт появился. Не уходите в медицину, создадим гибридный жанр. Да. Может быть. Но давайте тогда общаться с теми людьми, которые реально помогают другим людям. Да. Это могла бы быть одна из братьев. Неврологов, врачей, у нас классные врачи, кстати, кардиологи, неврологов. От врачей, психологов до детей тех пожилых родителей, которые что-то для своих родителей делают, да, с проблемами ментальной, как называется, с когнитивной проблемой. Да, не ментальной, когнитивной. Психолог лучше знает. А что, Татьяна, вот посоветовали бы вы таким детям, у которых вы у родителей, случилась такая ситуация? У меня мама, когда была в подобном, у нее был просто какой-то стресс, шок, она даже не знала, как поступить. Что ты посоветуешь? Всегда советуем один, он всегда короткий. Всегда нужно, прежде всего, себе эти силы наращивать, чтобы столкнуться в ситуации. Поэтому заниматься собой. Чтобы помочь какому-то другому человеку, мама, дети, в любом случае. Надень маску сначала на себя, а потом на ребенка. В любом случае сначала это нужно в себя накачать, чтобы тебя влесило, чтобы я полна. Уже из этого состояния ты можешь... Я даже сейчас встретила такое, смотрела недавно, рассказывал мужчина. Что я могу посоветовать? Приходят мамы больных детей, больных родственников, больных стариков. Я им в первую очередь говорю. Вы, вернее, медик, вы не можете мне помочь. Вы не психолог, вы не можете их поддержать. Занимайтесь тем, что вы умеете и делаете это очень хорошо. Это людей так удивляет. Как? Я там фитнес-тренер, у меня мама болеет, что я могу сделать? Иди и тренируй. Она идет, занимается своим делом, она в этом успешно накапливается. И как-то постепенно, как это бывает, да, сглаживается, мама выздоравливает, что-то утрясается. Нет, она заработает денег на хорошего профессионального, которого она имет. Нет, а я именно говорю вот об этом. Помогай им тем, чтобы ты умеешь. Хочешь мастер-классы, правда, занимайся с ней. И с физическим развитием. Когда ты в равновесии умиротворили, твоим близким от этого даже убирается болезнь. Просто у нас, Витяна, у нас стигма, что остался родителям в том, что ты плохой сын. А почему бы наоборот, почему бы не заработать и поместить его в частный центр, где там работают профессионалы? Я знаю много одиноких стариков, которые просто мучаются от одиночества. Которые не хочется... Вот почему бабушка раньше, Владыч, как сидели, общались, они вот этим тоже подзаряжались, как-то, да, все. И не мучаются одиночества. В таком случае, почему бы нет? Общение. Общение – это именно тот бальзам, который... Который им косклеивает ветеран. Общение. Еще я бы посоветовала не вариться отдельно в своей кастрюле. Потому что пока вы в одиночестве, вы считаете, что мир замыкается в этой кастрюле. Когда вас там несколько человек, и у вас схожие проблемы, вы просто обмениваетесь информацией. И поддержкой вы находите утешение и поддержку дружескую, опять же. И, возможно, какие-то решаете совместные проблемы. Спасибо. И давайте в завершении нашего эфира сейчас пишем небольшую визитку для нашего делового радио Вин-Вин. Меня зовут Татьяна Фельдбер. Вы можете меня найти на Перфоруме, где я гламотаю. Ну, или просто в социальной сети. Моя фамилия легко бьется. Всего доброго. И кто вы, что вы? Я студентка, волонтер и сумасшедшая женщина. И чем вы можете помочь? Знаете, я хороший модератор. И если у вас есть проблемы, и вы хотите их обсудить, собраться в кучку, я всегда только за. И в чем главная проблема людей с когнитивными проблемами? Главная проблема – это отсутствие понимания со стороны самых близких людей. Когда человек меняется, теряет память. Мы пытаемся долго делать вид, что все нормально, вместо того, чтобы просто принять человека с его новыми проблемами и попытаться ему помочь решить.